козы 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 это козы 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 привет 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 друзья и подписчики моего канала вас приветствует ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы сегодняшнее видео я начну с того что хочу порекомендовать вам посетить один канал называется он настоящая жизнь этот канал ребята создали для того чтобы помогать всем начинающим козоводам всем кто хочет завести коз ну или кто держит коз потому что вы в своих комментариях часто спрашиваете меня всякие тонкости связанные с козоводством а я все-таки больше по крс по свиньям по кормлению ну и вообще я никогда себя не считала профи в козоводстве дело в том что ребята занимаются козами уже давно занимаются профессионально и знают все от а до я все что связано с козами у кого вопросы как рождаются козлеты у кого вопросы раздоя как построить козовник что делать с молоком козьим вообще всякие вопросы содержания рациона ухода и так далее я консультируюсь лично у ребят поэтому очень рекомендую посетить их канал поставьте им лайки подпишитесь поддержите их канал как и мой я думаю вы тем самым очень поддержите наши деревенские каналы и я буду этому рада и ребята обрадуются ну а теперь по поводу моих коз сейчас у меня три молодые козочки разной процентности и три взрослой козы вот это конечно не коровы вот обязательно надо целоваться да надо обязательно целоваться дело в том что мы бы хотели сейчас расширить количество наших козочек у нас еще в хозяйстве появились две взрослые козы они к нам недавно совсем приехали у них процентное соотношение нубийской крови 94 процента и 75 и вообще нубийских косми стало очень интересно держать потому что они дают достаточно много молока молоко у них при этом сыропригодное очень хороший выход сыра я варила пару раз всего потому что ну просто не успеваю у меня дети исключительно козье молоко пьют ну вот пришла карамель меня грызть у меня две козочки не из моего хозяйства я покупала их в стрелецких козочках хозяйство так называется у нас тамбовской области и там сереже сыры я делала видео на канале очень профессионально тоже занимается козоводством ведут сразу несколько пород но у меня вот прижилась только нубийская порода коз мне они очень нравятся внешне я влюбилась в их статьи в их внешний вид в их характер но и также я все-таки считаю что правильно разводить именно породистых животных потому что таким образом можно опять же зарабатывать в деревне продавая молодняк молодняк коз нубийских не дешевый в нашем регионе например 75 процентные козляты нубийские стоят от 20 тысяч и выше там уже зависимости от окраса от веса ну от какие у них предки то есть если там какие-то известные предки у этих коз то тоже соответственно ценник подлетает я в принципе продавала наверное все таки дешево моя козочка стоила дешевле но я ее продавала совсем маленькой вот сейчас на данный момент продажных коз у меня как бы нет хотя планировал планировала продавать беллу она сейчас у меня покрыта и дует молока два с половиной литра с другой стороны мне сейчас как бы вроде нет смысла их продавать я считаю что летом козы бесплатные потому что они едят очень много травы веников сена палок и я бы сказала что ну почти ничего не стоит летом и мы них не убираемся фактически в сарай только там раз в три месяца вывозим навоз так сразу оптом зерна по поводу зерна я так скажу я даю из расчета 300 грамм зерна на литр молока но дело в том что сейчас у меня есть возможность покупать гранулированный корм в котором уже есть всевозможные питательные вещества зерновые жмыхи и он жирный этот корм он идет как для лактирующих коров так и для подрастающего молодняка телят вот этот комбикорм гранулированный я даю своим козам и также козлятам чтобы они у нас хорошо росли козы получают 100 150 грамм гранулы и где-то около 50 грамм зерна козлята почти так же потому как все-таки растут я их поддерживаю зерном то есть совсем без зерна я своих животных не оставляю ну а сейчас можно в принципе подробно поговорить по каждой козочки вот это у меня как раз белочка которая принесла мне потомство в нашем хозяйстве в этом году вот это вот дочка прячется понимаешь в тенечке изабелка мы ее зовем вот здесь рядышком а кому прогнала молодняк рядышком пасутся камелия и индия которые недавно к нам приехали такие взрослые уже козы вот там затесалась красивая джульетта она пятнистая белая с такими кофейными пятнами на теле но правда не выцветают на солнышке и еще у нас тут вот красавица карамель стоит очень мне нравится классическая окраска украине или мне нравится когда нубийских козочек белые ушки и коричневый цвет тела вот карамели вообще отличается каким-то очень привязчивым характером она тянется к человеку она такая ласковая нежная вот тут они рядышком вместе с изабель смотрите внимательно какие уши у изабель и какие уши у карамели вот что значит у всех разные гены почему я их сравниваю потому что у карамели больше процент содержания нубийской крови у нее 84 процента у изабель всего 75 на уши очень длинные такие уши и такую стать нубийскую передает наш козел чапа по своим внешним виду не отличается также друг от друга карамель и индия у них очень горбоносые такие профили они крупные козы с длинными ушами висячими но при этом у них совершенно разный процент содержания нубийской крови если у камы это 94 то у индия у нее всего лишь 75 обычно прогулку с козочками мы совмещаем с прогулка с детишками они как-то нам особо не мешают они ходят и ходят козы прям как собачки гуляют за нами вот куда мы да и они сейчас я пойду и они пойдут вот сразу зашевелились ага куда хозяйка пошла да мы тут прячемся рядом с водонапорной башней ага сразу камелия с индии вот так вот то есть вот два шага сделала от них сразу увидели сразу поняли белочка так уже округляется мне прям так нравится смотреть на ее животик растущий надеюсь она нам родит опять прекрасных девочек но в принципе у меня сейчас три козы которые огулялись козлом нашим убийским и ожидаем потомство от трех коз по какой цене по какой цене я буду продавать я пока не знаю дело в том что я не люблю говорить о деньгах пока я не увижу самих козлят может случиться все что угодно это уже по горькому опыту и своему знаю поэтому я вас в этом плане разочарую я вам не скажу сколько будут стоить мои козлята но приблизительно цены и я вам озвучила 75 процентные стоят от 20000 соответственно все что с процентным содержанием больше будет стоить естественно дороже но здесь еще вопрос времени когда продавать до камелия и насколько будет хороший спрос на козлят вот потому что мне в принципе козлят сейчас не нужны если только что-то супер-пупер не родится красивейшие которые мне самой понадобятся на этом пока все напоминаю еще раз что по козоводству я хочу вас всех отправить посмотреть канал настоящая жизнь там действительно вы на подчеркнете очень много интересной информации а главное очень полезной емкой и подробный по поводу коз я с вами прощаюсь до новых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и пока пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...